МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дома у Рада будут вести телеканалы «Беларусь-1» и «Беларусь-24», а так само первый национальный канал беларусского радио. Трансляция почнется в 10 годин. Телевизионную версию глядите в вечернем эфире беларуских телеканалов. Больше 150 инвестиционных проектов будет представлено на 14-м Гомельском экономическом форуме, який запланован на 19 мая. Проекты охопливают 15 галин народной господарки, древопрацовку, перепрацовку другасных материальных ресурсов, вытворчасть харчовых продуктов, туризм и іншые. Безнесменам представить информацию про объекты нерухомостей, а так само земельные участки для реализации инвестпроектов. Деловая программа форума продуглеживает работу шести тематичных секций. Гэта малый бизнес, агропрамысловый сектор, будавничий и жильево-коммунальный комплексы, логистика и гандаль, туризм. У першыню удельники форума смогут принять уделу работе секции «Инициатива инноваций инвестиции», на якой будут представлены инновационные распроцовки гомельских ученых и предпринимательников. Завершился офицейный визит у регион делегации Паулодарской в области Казахстана. Замежные гости ознайомились с вытворчым процессом на предприемствах Жлобина, Рогачева и Гомеля. Товароборот помеж регионами за 2016 год и первый квартал этого года склав 4 миллионы долларов. Великим попытом корыстаются гомельские продукты харчаванья и промысловые товары. У регионов шмат перспективных направлений для взаимовыгодного супрацовництва. Керавництво Паулодарской в области планует запросить для обмену вопытом гомельских архитекторов и супрацовников жильево-коммунальной господарки. Так само на территории Казахстана с моцным приватным сектором экономики перспективна организация бизнес-туров. По закончении визиты у Гомель подписаны меморандум об супрацовництве свободных экономичных зон. Так само старшиня гомельского облвыканкама Уладимир Дворник отримал запрашення наведать международную специализованную выставу Экспо-2017, якая сё лето пройдя у Астане. У Институте радиологии Министерства по надзвычайных ситуациях распрацовываются рекомендации по выросчеванне Гароднены и веденне живолага доулі на территориях потерпелых у вынику аварии на ЧАЭС. Необходность проведения такой работы выкликана у першую чергу принятием отповедного техничного регламенту Мытного Союза, який вызначает дозы утрыманне цезия и стронция у продуктах харчаванне. Згодно с регламентом, забрудженность радионуклеидами мяса повинна быть у два разы нижайшей задеючей зараз беларуске нормативы. А про чатаго документ обмяжовывая дозы стронция у Гароднене. У Беларуси гэтая позиция ранее у Вогулі не рэгламентовалася. Большь доведаться про распрацовки Института радиологии и их ролью у перадоли ненаступства у Чарнобыльской катастрофы можно будет сёння с Чарговой программой «Деалог». Я навыдзе у эфиру 19.01.20 хвилин на телеканале «Беларусь-4». Гостем студы стане намесник директора Института радиологии Александр Подоляк. Подчас эфиру будзе працаваць телефон про мой линии. Поведамыць об хвалючых проблемах, выказаць конструктивные пропановы можно по номеру у Гомелі – 77-68-45. На сцене Гомельского державного театра «Лялек» на гэтым тыдне можно убачить одразу три премьерные спектакли. Тут проходят гастроли Беларусского державного театра «Лялек». Сталичные артысты привезли у Гомель спектакли для дятей и для дорослых. Юные глядачи середнего школьного взросту убачили постановку «Пеппи, долгая панчоха». Галонный персонаж серый книг шведской письменницы Астрит Лингрен вучить дятей силе и высокородности. Уменю марать, заусюды заставаться оптимистам и верить выключно у доброе. Для самых маленьких глядачу актеры Беларусского державного театра «Лялек» рыхтуют спектаклю «Гульню» по мотивах народных казак «Волк и сямерок азлянят». Премьерный показ постановки отбудется на выходных. У свою чергу дорослых глядачы на сцене Гомельского державного театра «Лялек» сёння могут убачить черную комедию «Интервью з ведьмами» по мотивах казак «Братов Грым». Спектакль «Повный мистики» уздымая самая актуальная проблема сучасности у неординарной интерпретации. У картинной галереи Гаурей Лавашченки презентовали выставу стародавняя «Сребра» 18-20-х стагодзев. Экспозиция дозволяя окунуться в атмосферу аристократичной роскоши и познайомиться с европейскими сребранными предметами побыту, які служили упрыгожванем интерьеру. Представленная коллекция включая больше, как 200 экспонатов, выполненных у разных ювелирных техниках. Основу экспозиции складая испанская «Сребра». Так само тут можно убачить русские, французские, немецкие, венгерские и пауднево-американские «Сребранные выробы». Сёння на телеканале «Беларусь-4» ведучие и гости программы «Добрый вечер, Гомель» рыхтуются до нового велосипедного сезону и харачей отпускной пары, где гомельчане отпочивают гэтой весной. Куды бяжыць спявак и композитор Александр Патлес? Чому музыканты меняются автомобили на велосипеды и дзе можно ездить на героскутерах? Выбираем двухколовый транспорт, упромым эфиры. Телефонуйте у студию по номеру 37-519. Глядите программу «Добрый вечер, Гомель» сёння у 20.40 на телеканале «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова